Девушки отдыхают Ну ладно, время вроде есть, подождем Кто у нас сегодня первый на очереди? Nokia N96 Интересненько, посмотрим? Этот телефон считается типа новым флагманом в модельном ряду Nokia Смартфон рассчитан на работу с цифровым видео и оборудован процессором с тактовой частотой 334 МГц Аппарат умеет показывать видео таких форматов, как MPEG-4, VMV и Flash Выпускаются также модификации со встроенным TV-тюнером Но в России это пока не актуально Емкость памяти 16 ГБ Этого достаточно, чтобы залить около 40 часов видео Плюс реализована поддержка флеш-карточек Из остальных наворотов присутствует 5-мегапиксельная камера с оптикой от Carl Zeiss Поддержка сетей 3G, Wi-Fi, FM-тюнер и прочие полезные штуки Кнопки удобнее, чем были у N95, тут спора нет Даже центральная навигационная клавиша четко ловит нажатие Аппарат собран в форм-факторе и двойной слайдер То есть сдвигается и вверх, открывая телефонную клавиатуру И вниз, давая доступ к клавишам управления мультимедиа-плеером Экран яркий и крупный, почти 3 дюйма по диагонали С выпуском этой модели можно сказать, что смартфоны Nokia Наконец-то догнали по размеру экрана коммуникаторы с Windows Mobile Но экран все равно остается не сенсорным А жаль Батарея довольно емкая, 1050 мА Оно и понятно, за увеличение размера дисплея приходится платить ростом энергопотребления Как показывает практика, одной зарядки хватает, например, на 4 часа просмотра видео Примерно полдня в режиме плеера И, что интересно, почти столько же при чтении с экрана В общем, в реальной жизни заряжать придется по графику сутки через двое Вроде бы отличная штука, но выглядит, как китайская пластмассовая игрушка из дешевого пластика Корпус прогибается, люфтит, скрипит и моментально пачкается В общем, контраст между содержанием и формой просто разительный Классная вещь, но качество корпуса просто убивает В то же время, это исключительно мощная штука Скоростная, с 16-гиговой памятью, возможности ее расширить, массой мультимедийных функций И опять же, камера хорошая При цене около 26 тысяч рублей, ситуация классическая И хочется, и колется Слушай, Голос, там моя посылка не пришла? Нет, пока Блин, а Вот как с этими почтальонами можно что-нибудь планировать? Уже полпередачи прошло, его все нет и нет Может, случилось чего-то? Да что с ним может произойти? Ну, я не знаю, он мог вчера съесть что-нибудь металлическое Потом сегодня из дома выходил, он гигантский магнит к себе притянул Он не может оторваться, понимаешь, до меня посылку-то донести Ты че такое говоришь? Ммм, нет, 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 он просто очень честный Как это? Ну, понимаешь, вот он сегодня деньги дома забыл, до метро дошел, вспомнил А через турникет-то пройти не может А перепрыгнуть никак? Блин, я же говорю, он очень честный Я все понял, кенгуру Во всем виноваты кенгуру, понимаешь? Вот эти вот карманы здесь, они просто так Она туда от моего почтальона упрыгала в свою астралию Там ее джип, хабас! И все, ни гаджета, ни почтальона Гаджет, успокойся Ну, давай я успокою тебя каким-нибудь рассказом Слушай, каким рассказом ты можешь меня успокоить? Про супер гаджет Пакард Белл Изиноут ТН-65 Какой еще Изиноут, когда тут такое происходит? Гламурная, эффектная, стильная машинка Глянцевый ноутбук с круглым тачпадом, кинематографическим экраном, забавной клавиатурой Он стал первым официально выпущенным компанией Пакард Белл на российский рынок На крышке аппарата нанесена оригинальная текстура Скорее даже рифление Симпатично и полезно Такой ноутбук не выскользнет из рук при переноске и меньше пачкается Экран глянцевый, яркий, с сочными и натуральными цветами Глянец это, конечно, не очень хорошо Но большой запас яркости Обычно позволяет решить проблему бликов На аппарате можно без проблем смотреть фильмы Формата 16 к 9 Без эффекта черных полос Ну и работать тоже удобно В машине имеется выход HDMI Для подключения к большим экранам Гнезда для наушников и микрофона Вынесены на передний торец В аккурат под круглым тачпадом Его оригинальная форма на практике оказалась весьма удобной А вот клавиатура вызывает двойственные чувства Клавиши плоские, крупные, с насечками по нижнему краю Поначалу непривычно Но в такой конструкции что-то есть Вот только она сильно люфтует при нажатии А клавиши не плотно подогнаны друг к другу Что создает чувство дискомфорта при наборе Технические характеристики аппарата на уровне Это классический образец топового ноутбука на базе Intel Centrino 2 На этом ноуте даже Vista работает весьма шустро Кроме того, предусмотрен аппаратный декодер Blu-ray Мощная видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3430 Полный комплект сетевых модулей Карт-ридер, веб-камера и так далее и тому подобное В комплект входит набор программ Причем есть действительно полезные софтины Вроде антивируса Norton Internet Security 2008 Цена ноутбука, учитывая его класс, на удивление демократична 35 тысяч рублей Машинка работает быстро, а выглядит стильно И если бы не слабенькая клавиатура, на равных конкурировала бы с такими грандами, как Sony и Lenovo Слушай, уже передача заканчивается, и вовсе нет и нет Может, может его забрали эти, с большими головами и глазами Инопланетяне что ли? Слушай, какие инопланетяне? Гидроцефалы! Ну совсем спятил Придет твой почтальон, не переживай Ну а вдруг вот эти вот, ну... И слышать больше ничего не хочу Вообще-то зрители не интересуют твои личные проблемы Они хотят получать информацию, так что помолчи Далее я расскажу вам о Mio Mio? Мой Mio с каменным сердцем? Mio A702 Коммуникаторы Mio не слишком-то известны в России А зря Классные агрегаты Этот аппарат собран в оригинальном конструктиве типа коммуникатора смартфон Ну или наоборот, кому как нравится Устройство снабжено цифровой клавиатурой Поддерживаются сети Edge и Wi-Fi В аппарате использован современный навигационный модуль На базе одного из лучших современных же GPS-контроллеров Surfstar 3 Эргономика на высоте Наличие нормальных клавиш позволяет легко набирать номер Или отвечать на SMS даже не глядя на устройство На клавиатуру вынесены не только цифровые кнопки и клавиши приема и отбой вызова Но также и контекстные кнопочки Кнопка вызова стартового меню и ОК Для перемещения курсора и прокрутки картинки на экране Можно пользоваться боковым колесом На правом торце кнопки запуска GPS Фотокамеры Гнездо для карт памяти, прикрытое крышечкой Кнопка включения и гнездо для наушников Задняя панель сделана из пластика с тиснением под кожу Там же объектив цифровой камеры Перо расположено слева сверху Качество сборки аппарата очень неплохое Несмотря на статус коммуникатора Аппарат не выглядит громоздким Даже напротив удивительно компактная штука Это тем удивительнее, что экран достаточно крупный 2,7 дюйма Что даже больше, чем у популярных в народе енотов Качество картинки нарекания не вызывает Хотя и восторгаться тоже особо нечем Нормальный, хороший экран С технической точки зрения не шедевр Но в своей ценовой нише он относится к числу лидеров Главная претензия Процессор OMAP 850 С частотой 200 МГц Его мощности хватает для обычной работы телефона Но с задачами смартфона Он справляется не так хорошо Зато 2 гига встроенной флеш-памяти Полный комплект беспроводной обвязки Вплоть до Wi-Fi и Bluetooth А также камера на 3,2 мегапикселя На момент обзора этот аппарат стоил примерно 13 800 рублей За эти деньги получаем и весьма приличный коммуникатор И неплохой навигатор Вычислительная мощность, конечно, маловато Но хорошо проработанная конструкция И пара полезных фишек Заставляют присмотреться к этой модели Гаджет Посылка Блин, ну наконец-то Я уже заждался Думал, придется в Австралию лететь Оооо, круто Что это? Как что? Это кухонный нос прямиком со звезды смерти На, вот это тебе подарок Спасибо, Гаджет Круто Извини, вот это твой? А это мой отдай Ага Розовенький Ооо, ну че Сразимся? Давай Ой, Гаджет Что с тобой? Ты, ты в порядке? С вами был инспектор Гаджет И помните Я договаюсь до правды Чмоки Погоди, я щас заскочил, сбегаю Ты только это Ты только не уходи никуда, ладно? Ща, ща, ща Я щас только с лестницы слезу Уже, уже бегу, все Давай, давай, подожди немножечко Подожди, щас Субтитры сделал DimaTorzok